Добрый день, уважаемые читатели! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломносова представляет вашему вниманию видеопрезентацию онлайн-экскурсия по Третьяковской галереи. Днем основания государственной Третьяковской галереи считается 22 мая. Третьяковская галерея – одно из самых крупных собраний российского искусства. В ней хранится более 190 тысяч экспонатов. Годом основания считается 1856. Именно тогда московский купец Павел Третьяков приобрел для своей коллекции две первые картины. Это были стычка с финляндскими контрабандистами Василия Ходякова и «Искушение» Николая Шильдера. С этого момента Третьяков задумал создать Большой музей русского искусства. Коллекция разместилась в его усадьбе в Лаврушинском переулке, там, где сейчас находится главный корпус Третьяковки. С 1867 года галерея открылась для публики. К тому времени в ней хранились более 1300 работ российских художников и 84 картины зарубежных мастеров. Часть произведений была создана специально для этой коллекции по заказу самого Павла Третьякова. Сейчас музей включает в себя множество филиалов. Перечислим некоторые из них. В 1989 году с южной стороны основного здания был построен инженерный корпус, в котором оборудовали выставочные пространства, конференц-залы, информационно-вычислительный центр, а также инженерные системы и службы. На втором и третьем этажах проходят регулярные выставки классического и современного искусства, в том числе и проект «Золотая карта России», целью которого является представление в Москве собрания региональных музеев страны. В 1932 году здание храма святителя Николая в Толмачах передали Третьяковской галерее. Оно стало запасником живописи и скульптуры. Позже здание было соединено с экспозиционными залами, выстроенным двухэтажным корпусом. Также в 1956 году было принято решение о строительстве дополнительного здания музея на Крымской набережной, месте, где неподалеку родился Павел Третьяков. Строительство закончилось к 1986 году, и в тот же год были открыты первые выставки, 40 лет победы над фашизмом, молодость страны и этапы Большого пути, организованные совместно Третьяковской галереей и Государственной картиной галереи. Дом Третьяковых также входит в состав музея. Здесь родились Павел Третьяков и его брат Сергей, а также три их сестры. В настоящее время там ведутся ремонтные и реставрационные работы. В залах 1.7 представлены живопись и скульптура XVIII века. Здесь можно увидеть произведения Ивана Никитина, Дмитрия Левицкого, Владимира Боровиковского, Федота Шубина, Ивана Мартоса и других знаменитых мастеров. В основном это портретная живопись, но в коллекцию входят также пейзажи и сюжетные полотна по мотивам греческих мифов. В этих залах работники музея часто не разрешают подходить близко к картинам и фотографировать их даже без вспышки на камеру смартфона. На портрете неизвестного автора изображена жена московского губернатора Кирилла Нарышкина, Анастасия Нарышкина, урожденная княжина Мышицкая. Картина была создана в самом начале XVIII столетия, между 1709 и 1715 годом. В то время портретная живопись еще во многом опиралась на русские иконописные каноны. Именно поэтому художник изобразил фигуры подчеркнутостатичными и двухмерными. Дети же выглядят уменьшенными копиями взрослых. В ту эпоху художники не подчеркивали на портретах особенности детской мимики и анатомии. Художник Антон Лосенко написал картину «Прощание Гектора с Андромахой» в 1773 году по заказу Екатерины II. Сюжет он взял из пэма Гомера и Лиада. Троянский военачальный Гектор отправляется на битву с греками, прощается со своей женой Андромахой и маленьким сыном. Лосенко не успел завершить картину. Например, был не вполне закончен образ Андромахи. Художник прописал ее лицо, но лишь наметил складки одежды, не проработав их детально. Несмотря на это, полотно «Прощание Гектора с Андромахой» более 50 лет считалось эталоном русско-исторической живописи в духе классицизма. «Портрет Марии Лопухиной» – одна из самых известных работ Владимира Боровиковского. Художник создал полотно по заказу гермейстера Лопухина. Тот хотел запечатлеть свою юную супругу, дочь генерала Ивана Толстого. В 1803 году Мария Лопухина умерла от чахотки. Почти век спустя поэт Яков Полонский посвятил ее портрету такие строки. «Она вот давно прошла, и нет уже тех глаз, и той улыбки нет, что молча выражали, страдания – тень любви, и мысли – тень печали, но красоту ее Боровиковский спас». В залах с 8 по 15 представлена живопись и скульптура первой половины XIX века. Капренский создал портрет в 1827 году по заказу одного из ближайших лицейских друзей Пушкина – поэта Антона Дельвика. Александр Пушкин позировал художнику в Шереметьевском дворце. Картина была готова всего за два месяца. В том же 1827 году Пушкин написал стихотворение Кипренскому, в котором упомянул этот портрет. «Себя как в зеркале я вижу, но это зеркало мне льстит, оно гласит, что не увижу пристрастных важных аонит. Так Риму, Дрездану, Парижу известен впредь мой будет вид». Последние две строки в этом стихотворении намекали на то, что как раз в то время Кипренский готовился представить свои работы за рубежом. Карл Брюлов написал картину «Всадница» в 1832 году в Милане. Эту работу заказала давняя подруга и поклонница художника, графиня Юлия Самойлова. Брюлов изобразил на портрете двух ее приемных дочерей – Джованину и Амациллию Почини. Отцом девочек был итальянский композитор Джованни Почини, но после смерти его жена Самойлова взяла детей на воспитание. Брюлов написал эту картину в духе традиционных конных портретов XIX века. Фигуру героинь он подчеркнул при помощи светлых тонов и игр освещения. Они ярко контрастируют с темным тревожным фоном. Искусствовед Мира Ракова писала про это произведение. Апофеоз красоты и жизнерадостной юности. Апофеоз безмятежности и ощущения жизни. Явление Христа народу или явление Мессии Александра Иванова – самая большая картина в коллекции Третьяковской галереи. Ее размеры составляют 5 на 7,5 метра. Этому полотну и эскизам к нему отведен весь 10-й зал Третьяковки. Александр Иванов работал над явлением Христа народу более 20 лет. Создал около 600 эскизов фигур и набросков с натуры. Некоторые из них можно посмотреть в этом же зале, сравнить с готовым произведением и увидеть, как менялся замысел художника во время работы. Некоторых персонажей картины Иванов писал с реальных личностей, своих современников. Так, в облике ближайшего ко Христу человека заметны черты Николая Гоголя, а в виде странника с посохом автор изобразил самого себя. В зале номер 16 начинается новая часть экспозиции. Здесь выставлены картины и скульптуры мастеров второй половины 19-го столетия. Можно увидеть работы Ивана Крамского, Элии Репина, Василия Сурикова, Виктора Воснецова, а также произведения других живописцев и скульпторов той эпохи. Картину Ивана Крамского неизвестная, по ошибке часто называют незнакомкой, по знаменитому стихотворению Александра Блока. Художник изобразил свою героиню в открытой коляске на фоне Невского проспекта в Петербурге. Справа за ее спиной виден Александринский театр, а слева павильоны Аничского дворца. Неизвестная одета во последней моде того времени – бархатная шляпка с белыми перьями, кожаные перчатки, мухта, меховой мантос Кобелев, который получил название в честь героя русско-турецкой войны. Но таким нарядом художник не стремился подчеркнуть высокое происхождение своей героини. Наоборот, в аристокритическом обществе считалось дурным тоном строго следовать моде. Подобным образом одевались так называемые дамы полусвета, которые чаще всего жили за счет богатых покровителей. Илья Репин однажды услышал в гостях у своего друга, историка Дмитрия Яворницкого, старинное предание о том, как запорожские казаки написали письмо турецкому султану Мехмеду IV. Правитель Османской империи по легенде прислал указ, согласно которому запорожская сечь должна была подчиниться ему. Однако казаки составили ответное послание и весьма грубо отказались подчиняться туркам. У Яворницкого хранилась копия этого письма, которую он зачитал гостям. Репин заинтересовался и вскоре начал картину по этому сюжету. Для картины запорожцы пишут письмо турецкому султану, художнику позировали многие его известные современники. Например, прообразом писаря стал сам Дмитрий Яворницкий. Для изображения высокого худого казака с длинными усами позировался лист Мариинского театра Федор Стравинский. А запорожца высокой черной шапки рядом с писарем Репин писал с мецената Василия Тарновского. Художник создал два варианта картины. Самый известный из них хранится в Государственном русском музее. Второй, более поздний, выставлен в Харьковском художественном музее. В Третьяковке же представлен первый завершенный эскиз маслом, который Репин создал в 1887 году. Художник подарил портрет своему другу Дмитрию Яворницкому, а тот позже продал работу Павлу Третьякову. «Грачи прилетели» – один из самых известных пейзажей Алексея Саврасова. Художник создал его в 1871 году. Зарисовки для будущего полотна он делал с натуры в одном из сел Костромской губернии. Там же он запечатлел и старинную церковь XVII века, которая видна на заднем плане картины. Художник Исаак Левитан писал о картине «Грачи прилетели». «За этой простотой вы чувствуете мягкую, хорошую душу художника, которому все это дорого и близко его сердцу». Павел Третьяков заплатил художнику за эту небольшую работу, огромные по тем временам деньги – 600 рублей. Позже Саврасов повторил картину по личному заказу императрицы Марии Александровны, супруги Александра II. Где сейчас хранится эта авторская копия, неизвестно. В зале номер 32 можно увидеть большое панно «Принцесса Гряза». Врубель создал его по мотивам стихотворной драмы Эдмона Растана. Художник написал главного героя это произведение – влюбленного Турбадура, который тяжело болен и видит в грезах свою прекрасную возлюбленную. «Демон сидящий» – один из самых известных картин Михаила Врубеля. Художник создал ее по мотивам поэмы Михаила Лермонтова «Демон», который рисовал иллюстрации. Образы этого мистического героя встречаются у Врубеля несколько раз в картинах разных лет. «Демон летящий», «Голова демона», «Демон поверженный». Сам художник писал «Демон – дух не столько злобный, сколько страдающий и скорбный, при всем этом дух властный, величавый». На этой картине демон изображен так, словно рама вокруг полотна стесняет его движение. Таким образом, художник подчеркнул характер героя, его стремление к свободе. Произведения мастеров, которые творили на рубеже столетий, занимают Третьяковской галереи 11 залов первого этажа. Здесь можно увидеть пейзажи Исаака Эльвитана и Константина Коровина, работы одной из первых российских женщин-скульпторов Анны Голубкиной, портретную живопись Валентина Серова и Зинаиды Серебряковой, жанрово-исторические сцены Нестерова и русских красавиц Бориса Кустодиева. На картине «Девочка с персиками» Валентин Серов изобразил дочь Саввы Мамонтова, 11-летнюю Веру. В то время художник гостил у Мамонтовых в имении Абрамцева и однажды набросал портрет Веры, когда она ела персик за столом. Постепенно он дорабатывал этот эскиз, пока тот не перерос в полноценную картину. Работа над полотном заняла несколько месяцев. Серов заканчивал его уже в сентябре, поэтому на нем летние персики соседствуют с пожелтевшими листьями. Веру Мамонтову художник намеренно изобразил в повседневной одежде и не просил ее переодеваться для позирования в парадное платье. Ему хотелось запечатлеть спонтанность и естественность момента. Картина «Видение отрока в Арфоломею» стала первой работой в цикле, который Михаил Нестеров посвятил Сергею Радонежскому, одному из самых почитаемых русских святых. В миру его прозвали Варфоломеем. На это полотно художника вдохновил эпизод из жизни святого. Тот был еще мальчиком, когда встретил незнакомого монаха, который спросил отрока «Чего бы ты хотел?». Варфоломей ответил, что больше всего на свете хочет научиться грамоте. Тогда монах благословил его, дал немного просфоры, церковного хлеба для причастия и сказал, что теперь Варфоломей превзойдет сверстников в учебе и знаниях. Наброски для пейзажа Нестеров делала в окрестностях Троицы Сергиевой Лавры. Первую версию картины художник не закончил. Однажды во время работы он уступился, упал и повредил холст, что писать на нем дальше было невозможно. Пришлось заказывать новый холст и начинать все сначала. Зал из 49-54 занимает выставка графических работ, она постоянно обновляется. Далее в зале 55 можно увидеть сокровищницу Третьяковской галереи. В отличие от всей остальной экспозиции, здесь представлены не картины и скульптуры, а изделия из золота, серебра и драгоценных камней, церковная утварь, оклады икон, книжные переплеты, ювелирные украшения из разных эпох. Древнерусское искусство представлено в залах с 56 по 62. Здесь можно познакомиться со старинными иконами разных школ, которые опирались на византийские каноны письма. Можно увидеть работы Феофана Грека, Андрея Рублева, Деонисия и других знаменитых и безымянных мастеров. «Троица» – самое знаменитое произведение иконописца 15 века Андрея Рублева. Это одна из двух работ мастеров, которые дошли до наших дней и чье авторство достоверно подтверждено. Рублев изобразил на ней трех ветхосоветных ангел. Под видом странников они пришли в дом библейского братца Авраама и рассказали ему о том, что он станет родоначальником великого народа. Одновременно ангелы олицетворяли единство христианского бога в трех лицах – отца, сына и святого духа. «Спас нерукотворный» – одна из самых почитаемых икон в русском православии. Ее создал иконописец новгородской школы. По одной из версий его звали Алисей Гречин. Еще в домонгольский период, в XII веке, на лицевой стороне иконы изображен лик Христа, на ее обороте сцена прославления Христа с двумя ангелами. Икона была создана для деревянной церкви святого образа. Оттуда ее перевезли в Успенский собор Московского Кремля, а затем передали в 1930 году в Третьяковскую галерею. Посетить Третьяковскую галерею непременно стоит, чтобы было очень увидеть все вышеперечисленные шедевры живописи. Спасибо за внимание! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова